В Америке же за это штраф, а здесь дипломатическая неприкосновенность и делай все, что захочешь. Сколько деревьев спилили, вот приезжали экологи, это тысячи деревьев поспилили, которые вообще вот пришли в негодность. Отчего? Раньше они если росли, слушай, так, мы радуемся, вот наш парк был, мы всегда здесь все праздники проводили, отдыхали, слушай, ни травы, ни деревьев не стало. У меня здесь дети, у меня здесь внуки, у меня здесь правнуки, я хочу, чтобы им что-то осталось. 80 лет выращивали, за 3-4 года все пропало. Когда самолет летали, вот трещины пошли. Сейчас внутри вот эти трещины сверху, все вот эти стены, не только у нас, все, каждый дом заходит. А может быть, как-то неустойчиво построили? Сколько лет жили, такие трещины не было, как... Я живу, уже трещины пошел. Вот это самолет, вот отсюда влетаю. А какая высота? Постоянно. Вот какой высоты? Где-то 2-3 высоты. Ежегодно американцы платят за аренду базы 63 миллиона долларов. Хотя, если детально рассмотреть эту цифру, Киргизия получает крохи. Львинная доля расходов приходится на фирмы, обслуживающие ее. По имеющейся информации, они принадлежат высокопоставленным американским чиновникам. У них в основном блюда все полуфабрикатами привозят, мясные все, вот, свиные ребрышки привозятся в готовом виде и замороженном. Мы только, получается, размораживаем их, маринуем, готовим и отдаем. Особая статья расходов – это пропагандистское обеспечение. Вот добрые американские солдаты пляшут перед киргизскими детьми. А вот раздают гуманитарную помощь. А это уже день открытых дверей. Но это картинка для публики. За кадром остается четко налаженный нелегальный трафик рабочей силы в Афганистан. Без всяких документов, через подставные фирмы, без официального прохождения границы Киргизии, людей вывозят в Афганистан для подсобных работ на американских базах – в Кандагаре, Кабуле и Джалалабаде. В магазине, на непосредственной функции обязанности уходила эта расфасовка на прилавках товаров, в канцелярских. На базе в Кандагаре? Да, да, да. Там магазины есть специальные. Условия жесткие. Если вдруг что-нибудь со мной там случилось бы на этой базе, вскрыли бы этот факт. Может и случаются такие нечастные случаи. Об этом просто молчат. Молчат, и человек оказывается пропавшим без вести. Закопали в афганскую землю и все. Да. Ну и много вот так вот людей выезжает вообще нелегально в Афганистан на заработки. Многие люди, да, им нужно заработать. Они соглашаются на все. После работы, после встречи с военнослужащими, остался такой негативный осадок. Поскольку у них оккупантские настроения, они бесцеремонно относятся к неамериканцам, которые обслуживают базу, и другим иностранцам. Поэтому я и сам не поеду туда больше. Не рекомендовал бы и другим молодым людям, которые только начинают свою жизнь ехать на какую-либо базу, которые будут там. Еще одна тема, о которой умалчивают. Транспортировка наркотиков. Нам удалось встретиться с человеком, который работал в аэропорту и видел перевозку тайных грузов. Раз в две недели прилетает борт из Кабула, из Афганистана, и происходит разгрузка, в которой ни один больно-наемный гражданский не участвует. Они разгружают какие-то мешки, при этом создаются повышенные меры безопасности. По периметру уставляют солдаты, и причем на таком удалении, что сами они этого не видят, что за груз перевозится. К этой разгрузке имеет определенная такая группа офицеров отношения. А потом куда этот груз? Потом, значит, самолеты прилетают из Европы и забирают их. Что можно везти из Афганистана с такой секретностью? Знаете, вот мы даже не сомневаемся, что это наркотики, это герои. Почему? Из Афганистана больше нечего возить. А на самой базе, вот вы говорили, шприциты, да, находили? На самой базе, да. То, что солдаты употребляют наркотики. Это факт. Это факт, да. Конечно, поймать за руку янки, перевозящих наркотики в Европу, пока невозможно. Потому что все это делается по хорошо продуманной схеме еще со времен Вьетнама, когда из Лаоса через Сайгон в Штаты перевозили героин в военно-транспортной авиации США. По утверждениям наших источников, авиабаза в Манасе – одна из ключевых точек по транзиту героина в Европу. По наблюдениям европейских экспертов, основными ареалами распространения наркотиков афганского происхождения в Европе являются те точки, где находятся американские военно-воздушные базы, и где совершают посадки самолеты, следующие транзитом через аэропорт Манас. Это Германия, Рамштайн, еще несколько точек других. Это база Банстил в Косово, и это две базы американские на территории Испании. Именно из этих точек идет распространение афганского героина, афганского опиума в Европе. Своё новое посольство на окраине Бишкека американцы построили в форме креста. Это типичный способ выделить важное здание во время бомбардировок города в своей авиации. Летчики с высоты должны четко знать, что здание в форме креста – это американское посольство, и этот район не бомбить. Продолжаем нашу вечеринку. Fashion night, special teacher. I'm in this moment! Американских солдат отпускают в Бишкек в пятницу вечером расслабиться. Вы часто здесь собираетесь? Каждую неделю? Да-да, каждую неделю. Вам нравятся местные женщины? Местные женщины? Мы любим местных женщин. Что нравится вам в киргизских девушках? Больше всего глаза. Еще гостеприимство. Да-да, настоящее гостеприимство. Потому что с американскими всегда очень сложно. Он спрашивает, что вы думаете о киргизских девушках? Как с нами, легко или нет? Такие же они, как американские или нет? Такие же, такие же. Нет никакой разницы. Мы встречаемся с ними везде. Они везде одинаковые. Как вы думаете, они доступны? Женщины здесь очень доступны. Специально для гостей стриптиз с местной красавицей. Но охрану на чеку снимать не дали. В Мишкеке десятки саун, куда ездят старшие офицеры с базы. Они тоже любят местный колорит. Ходят, а девочки? Да, ходят. Ходят, ходят. Да, ходят. Но, конечно, в дефири, которые были солдаты. Они были солдаты, где были на всюcción на работу. Они называют, но парады, где она будет работать. Критер Турка Критер Турка Критер Турка Вообще, американцы – мастера пиара. Каждый свой шаг, каждый доллар, потраченный на помощь местному населению, они фиксируют и снимают про это репортажи, пишут об этом в газетах. А на самом деле, большая часть помощи – это фикция, обман. Вот что, например, было в селе Октябрьское. Здесь написано, частично установили и отремонтировали 10 компьютеров. Это не было. Собрали средства для покупки дверей некоторым ветеранам. Это тоже не было. Глава сельского совета иллюзий по поводу так называемой американской помощи не питает. Вот субботник у нас был, боже мой, господи, да больше наших работало, чем их. Они просто вышли вот так лопатами, одну-две кучи гравия раскидали, экзотикой. Им-то хочется просто покрасоваться, пофотографироваться, что вот они это делают. А фактически пришлите один грейдер. За две минуты это все сделают. Но это показуха нужна масса. Было очень стыдно, что они вот детей. Конфеты вот так бросят, они собирают. Я раз предупредила, два. Потом население, потом с детьми восстали. Говорят, не унижайте своей человеческой достоинства, которые коренные, которые оставили здесь люди. Даже оскорбляли и с ними ругали. Здесь собирали пенсионера, пожилых людей. Они вручали подарки. Они каждый подарочек фотографировали. И затем эти фотографии они забирали обязательно. Работки питания, которые выходят из соководности. То, которое там у них остается. Я что-то нахожу. Они не стали выкрасить. Ну а что Россия? Что делает наша страна для Киргизии? Мы не одну сотню лет сосуществуем вместе. И даже сейчас, в тяжелые времена, Россия выделила кредит для строительства электростанции на реке Нарын. Для того, чтобы здесь перестал ощущаться дефицит электроэнергии. Это братский для нас народ. И вряд ли русский солдат поступит так, как поступает этот американский в Афганистане. Хочешь конфетку? Хочу. Иди сюда. Хочу. 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 Для конфетки Янки протягивает ему гранаты. В этом кадре вся философия и политика отношения этой империи к другим народам. А демократия – это всего лишь прикрытие для завоевания мира. Плакат «Времен гражданской войны в России. 1918 год. Антанта». На первом плане маска, а под ней – оскал захватчика. К большевикам можно относиться как угодно, но суть они передали тогда верно. Плакат «Времен гражданской войны в России». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова